здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте дорогие подписчики постоянные зрители канала случайные посетители рада вас приветствовать на канале витавиртус ю тубе и у нас сегодня очередное видео давно мы не смотрели соперниц давно мы смотрели любовные треугольники поэтому сегодня у нас такое будет видео на тему любовных треугольников посмотрим что у вашего загаданного человека к вам и что вашего загаданного человека к вашей сопернице я здесь не останавливаюсь на том кто жена кто не жена кто девушка девушка кто из вас какой имеет социальный статус не знаю поэтому есть вы с этой стороны будете вы с левой стороны здесь вот здесь вот с левой стороны вы и с правой стороны будет ваша соперница будет три варианта первый вариант на колоде царь для тех кто любит колоду царь на 2 2 вариант давно не делала расклады на ночном солнце ночной сон 2 тоже неплохая колода давно что почему-то не использовала прям забыла и и третий вариант на клинтаром загадывайте колоду 1 2 3 если нужно время ставьте на паузу так первый вариант колода царь смотрим что вашего загаданного человека к вам настоящий момент очень серьезно к вам относится единственное он не совсем понимает как правильно реагировать потому что для него это была ситуация новая для него это ситуация была нестандартная он считает вас женщиной достойной женщина сильная женщина самодостаточная женщина уверенная в себе плюс встреча у вас очень специфическая здесь таком сочетании как человек который пришел либо по судьбе либо по карме либо когда божий поэтому либо он считает что он что-то сглупил либо может проиграться конечно что-то новое знакомство но это вот 10 процентов из смотрящих может проиграться что как бы просто новое знакомство женщина пришла по судьбе но что у вас происходит да действительно очень интересно очень интересная ситуация очень будет высокой вероятность того что это отношение кармически скорее всего он это будет осознавать потому что вы его учите скучает по вам очень сильно в настоящий момент не можете видеться но считает почему-то что-то ситуация временная это из серии что жизнь огромная пока мы не можем общаться нормально но дело в том что может быть он что-то и хотел сделать либо какие-то шаги сделать но ближайшем будущем а это будущее затягивается такое ощущение как будто он себе ставил какие-то сроки он эти сроки не выполнил в эти сроки не уложился но это из серии что сейчас я что-то сделаю и потом я буду действовать мы примем какое-то решение по поводу вас эти сроки отдаляются действовать он никак не может на что полунести все равно будут все будут отдаляться отдаляться сам человек не решит с вами ситуацию если у него к вам чувство настоящий момент у нее сильная тоска и ему с вами был очень вот тут чувство не про любовь рассказ а про то что мне с ней хорошо и комфортно про то что эта женщина с которой хорошо быть вместе это про домашний уют и комфорт про про то что я могу прийти отдохнуть про чисто женскую энергетику про энергетику которая заменяет ему энергию матери жены женщины любовницы здесь правильная женская энергетика которая управляла мужчиной который он питался скучает вот судя по всем этим картам да действительно у вас какая-то очень странная специфическая ситуация как он на нее смотрит он считает что вы не просто так встретились возможно это случайность либо возможно это была внешне какая-то глупая встреча но вот сейчас на сегодняшний момент он скорее всего осознает смысл этой встречи и смысл потому что здесь относился как бы внешне к этой ситуации легко а на самом деле вот в этой легкость есть как вы знаете как говорят то ли то ли то ли святой то ли не забыл эту фразу суть в том что он к этой ситуации очень легко относился и сейчас он начинает понимать глубокий смысл того что происходило с вами в прошлом что он по высшему суду начинает осознавать для чего вообще была ему дана эта ситуация потому что такая ситуация благодарна того чтобы человек вообще мог изменить всю свою жизнь но он этого к сожалению не сделал и до сих пор сомневается надо ли ему это делать хотел с вами начать общаться либо хотел пойти к вам на встречу в настоящий момент почему-то считает что это уже невозможно смотрите если первый вариант вы с этим загаданным человеком сейчас не в паузе не в ссоре где не вижу здесь не могу сказать что здесь был скандал ссора расставание здесь можете просто вот какой-то момент перестать общаться либо какая-то непонятная ситуация когда человек о вас размышляет как о шансе который у него был жизни на который он не использовал то что касается его шагов по отношению к вам но он считает что сейчас это уже либо время упустил либо те кто находится на расстоянии он прекрасно понимает что пока он не приедет ничего вашей жизни не изменится мечтает ли он на вас мечтает думает ли он о вас думает но опять же он ничего не делает у него постоянно он не уверен в том что игра стоит свеч что в чем именно он не уверен что он победит он не уверен в том что он как бы даже больше про то что достоин ли он вас мужчина очень сильно тянет время и в последнее время вообще думает о том что затянуто то что момент упущен что если даже возвращаться надо было возвращаться немножко позже то есть у него сомнений еще больше и больше и больше но он почему-то верит что если он вернется потому что если он находится на расстоянии если он приплывет к вам либо он вернется туда где он был раньше это может быть проигрываться и чисто географически это может проигрываться и просто на физическом уровне если он вернется в ту жизнь которая у него была много лет назад или несколько лет назад или год назад. Если он станет тем, кем он был в прошлом, то всё опять станет стабильно. Так, что у него с вашей соперницей? Иллюзии. Иллюзии отношений. Мир. Подождите. Может так проигрываться, когда люди позиционируют одно, но на самом деле ничего нет. Они расстались. Либо они расстанутся, потому что там идут разговоры про расставание, либо про смену статуса. Если это просто пара, если это просто пара, не муж и жена, тогда здесь внешне может показываться, демонстрироваться, что у нас хорошие отношения, но это как бы для внешнего окружения. На самом деле это всё иллюзия. Если это семья, тогда здесь будет проигрываться охлаждение. Разговоры идут о том, что обычно семья начинает распадаться. Люди понимают, что нужно что-то делать, что-то менять, потому что семья рушится, семья распадается. Очень много препятствий. Он не понимает, что делать, как быть. То ли мириться, то ли всё-таки выбрать свою жизнь отшельника, быть отшельником. То, что касается вашей соперницы. Они могут переписываться иногда, они могут иногда созваниваться, в том случае, если это не жена. Они могут поддерживать какую-то дружбу. Да, они могут даже разговаривать. Но, скорее всего, в последнее время это всё реже и реже. Им просто уже не о чем разговаривать. У них нет общих тем, у них нет общих интересов, у них не за что даже зацепиться. И ваш загаданный человек в последнее время очень дистанцируется, находится большую часть времени сам по себе. Действий по отношению к ней никаких нет. Внутренний дискомфорт. Они могут иногда болтать, разговаривать. Причём разговоры, если это семья, тогда семья держится на общем бюджете, и у них очень часто бывают разговоры о конкретном материальной сфере. Что купить, что продать, что, не знаю, исправить, куда что поставить. То есть какие-то совершенно приземлённые материальные уровни разговоров. Если это просто парень и девушка, тогда иногда разговоры, которые были, ну как у тебя там дела на работе, либо что-то там в бизнесе, либо у них как-то какие-то соприкосновения были, в последнее время поговорить не о чем. То есть по отношению к ней никаких действий он делать не будет. Почему? Ну потому что устал. Ему в последнее время и так тяжело это всё давалось. И в последнее вот... Либо человек просто уж уходит в депрессию, отшеление к депрессии, либо это просто транслирует, показывает, что ему уже в такой степени сложно с ней общаться, что внутренний дискомфорт... Если раньше просто это был какой-то внутренний дискомфорт, то сейчас это уже на грани раздражения и... Ну расстройства раздражения. Иногда просто говорить не хочется. Какие у них перспективы с вашей соперницей? Я почему смотрю с перспективы? Потому что я не понимаю, в каких они отношениях. У меня такое ощущение, что вы просто верите вот этой иллюзии, потому что начался расклад. Если вот ваш расклад начинается, королева жезла. Женщина самодостаточная, женщина уверенная в себе, женщина твёрдо стоящая на ногах, женщина чётко понимающая, чего она хочет и что она сейчас в данный момент спрашивает. Я смотрю его соперницу, у меня такое ощущение, что они вообще не в отношениях. Либо это бутафорные, иллюзорные отношения. Ну, какие у них перспективы, любви не будет. Ну, семьи уже не будет. Всё, там уже как бы всё умерло. Это как бы не настоящая смерть, это как маленькая смерть отношений. Это как всё, что могло как-то возродиться, уже всё. Ну, то есть, уже ничего не хочется. То есть, даже если после какого-то перерождения, возрождения, можно как-то соединиться, то этой любви уже никто не хочет. Хотя внешне, наверное, выглядит, что они могут сойтись в любой момент. Нет, она его не интересует. Я бы сказала, что она уже бывшая. Если это жена, ну, тогда здесь будут разговоры касательно детей, потому что здесь пожи. Если это жена, жена будет знать о том, что есть другая женщина, либо она будет знать о том, что ей изменяют. Какие у вас перспективы с этим человеком? Тяжёлые. Может быть, семья, в том случае, если он приедет, она может развиваться, всё может быть, потому что в настоящий момент он склоняется больше к вам, причём живёт в прошлом. Живёт какими-то мечтами, которые у него были, ну, там, год, у всех разная ситуация, смотря там, когда вы общались. Вот когда он живёт какими-то мечтами, которые у него были не сейчас, а раньше. И очень хотелось бы вернуться, конечно, в прошлое, потому что у него эта мысль о том, я бы хотела быть тем, кем я был раньше. Ну, если там, допустим, у человека были хорошие доходы, успешный бизнес, вот я хочу быть там, вот на том уровне жизни, где я был раньше. Тяжело, непосильная ноша, ну, как говорит моя мама, вот же, глаза видели, что руки брали. То есть вы знаете сами, что это партнёр тяжёлый, вы сами знаете, что это партнёр очень сложный, вы сами знаете, что партнёр, да, с ним могут быть отношения, но идеальные отношения, если у него будет много свободы, либо будет много командировок, либо он не будет находиться, то есть у него работа, будут командировки, либо постоянные разъезды, потому что человек движение, вот ему нужно постоянно ощущать свободу, он может быть хорошим, синие, он может не изменять, но ему важна свобода передвижения. Ну, чтобы он не чувствовал, он не может постоянно сидеть дома. Расклад, в принципе, неплохой. Такое единственное, я не поняла. У меня такое ощущение, что вы об этом человеке представляете, считаете его каким-то мачо, вот прям каким-то мужчиной. У него, по сути, нет вообще никаких отношений сейчас. У него вообще вот в настоящий момент отношения с женщиной есть. На расстоянии. Женщина находится на расстоянии отношения дружбы. В общем, он по ней страдает, переживает, что он её потерял. И, в принципе, всё зашло в тупик. Ну, какая-то стандартная история. Любить что-то, с чем было хорошо. И то, что находится... Это как из серии «Хорошо там, где нас нет». Ну вот, да, есть у него отношения. Но я не скажу, что у него есть секс. У него нет секса. Секса в настоящий момент нет. Я в это хотела посмотреть. То есть, да, он страдает, переживает, мечтает о какой-то королеве кубков, которая находится далеко от него, с которой он хочет хотя бы найти дружбу и союз, помириться. Секса у него в настоящий момент нет. Так, ночной второй вариант. Что у него к вам? Что у него к вашей сопернице? Засиделась у меня колода. Несколько месяцев вам не брала. Вдохнула. Итак, подумайте о загаданном человеке. Что у загаданного человека к вам в настоящий момент. Он считает, что он потерял с вами дружбу, потерял с вами контакт, потерял с вами... Ну, если вы любовниками были, потому что если как потерял с вами любовную связь, потерял с вами любовно-эмоциональную связь, либо романтическую какую-то связь. С одной стороны, очень много чувств, очень много переживаний, но больше похоже на отношения... Не у всех будет как любовник, может быть, просто парень, но он думает о том, что он потерял с вами дружбу и хорошее взаимопонимание, хорошая взаимосвязь, потому что он рядом с вами чувствовал себя кайфово, ему правда хорошо было, он наслаждался. Он не сам король кубков, хотя у многих может проиграться. Он думает о том, как хорошо ему было с вами, но всё это в потере, как перенасыщение такое. Ему, по идее, казалось сейчас... То есть в тот момент казалось, что это перенасыщение, я не могу, я не хочу, но сейчас он понимает, что он именно кайфовал, ему-то было хорошо. Ещё и вы королева кубков, что вы были очень хорошей парой. Да, вы пара, вы пара, по картам вы пара, причём по карме вы пара. Я даже не знаю, как трактовать дальше расклад. То есть, возможно, у вас что-то произошло в отношениях, называется перенасыщение. Такое часто проигрывается, когда пара очень долго вместе и не делают дальнейших шагов. То есть рано или поздно наступает момент, когда нужно идти во что-то новое, создавать семью, урожать детей, либо что-то строить, либо должны быть какие-то общие интересы. А здесь вот произошло именно перенасыщение. Ну, либо в какой-то момент не справились с эмоциями, либо не увидели вот этого момента, когда нужно было что-то исправить. Потому что бывает, вот отношения развиваются, 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 развиваются. Потом нужно вот по ступенечкам подниматься дальше, ну, чтобы было какое-то развитие, застой какой-то произошёл. Потому что по пятёрке кубков, вот у него, это же сожаление о том, что я что-то не сделал. Я, я, он же, о чём он думает сейчас? Он сожалеет, что он потерял дружбу с вами, в которой ему было кайфово. Либо может потерять. Потому что сейчас у человека проигрывается основной мотив его состояния, которое он транслирует к вам. Он сожалеет, что он дурак, он что-то не так сделал. И начинает анализировать, копаться, что именно я не так сделал. В своих каких-то тараканах. Но вот это сочетание справедливости, высший суд, это кармическая женщина. Это по судьбе. Потому что одна карта судьбы, другая карта кармы. То есть тут может быть и отношение по судьбе, и отношение по карме. Может быть и так, и так. Поэтому что в настоящий момент испытывает к вам? Тоску, грусть. Он скучает очень сильно по вам. Посмотрите, сколько много кубков. Он страдает, десятка мечей, колесницей. Он не может к вам приехать, он не может быть с вами. Он очень страдает. Он очень переживает. Он тоскует, скучает. И хотелось бы, конечно... Может быть, расстояние между вами, а колесница это еще может быть и как страдание, потому что я ничего не могу сделать. Отсутствует движение. Я бы хотела двигаться к тебе, но я не могу, у меня не получается. Написать он вам не может. Семерка мечей. Он считает, что вы ему не поверите. И толку писать. Находитесь на расстоянии. Возможно, да, возможно, расстояние, но здесь сильное сожаление, переживание и осознание вашей роли в его жизни. Хорошо. У всех расстояние. У большинства будут отношения на расстоянии, но здесь отношения зашли в тупик. Я больше буду склоняться к тому, что здесь действительно отношения дошли до какого-то пика, когда нужно принимать решение. Здесь очень много тайн, которые накопились. Вот эти все тайны... Да, сначала была просто сложная ситуация, было очень сложно либо скрывать, либо не показывать эти отношения. Может быть, из-за этого они зашли в тупик, потому что вы на том моменте, когда нужно было переступать, идти дальше, вы этого не сделали, и у вас все пошло на спад, пошел откат. Это все можно вернуть. Самое главное, что человек осознает, что он в чем-то виноват, что не хватило скорости, не хватило энергии, не хватило желания идти вперед. Но очень много было тайн. Тяжелые перспективы, дьявол, безумная зависимость от вас. Возможно, человек не свободен, но очень-очень зависим от вас. Ему тяжело. Сидко жертвы, дьявол, король Пентакли. Возможно, он даже и материальный, но вы здесь все равно выпали парой кубковой. И у него мысли о том, что вы ему по судьбе, вы ему по карме. Да, отношения сложные, но отпустить он вас не может. Как бы там у вас что ни происходило, из головы, из мысли он вас очень долго будет отпускать. Окей, что у него к вашей сопернице? Ругаются. Ругаются на расстоянии. Кстати, они ругаются, да. Такое ощущение, как будто она за ним следит через соцсети, либо они не вместе, потому что у них скандал и ревность на расстоянии из-за другой женщины. Но у них больше шансов на развитие. Она как-то, знаете, как борется? Пассивные позиции. Здесь королева мечей. Она, знаете, как себя ведет? Она ждет, она тянет время. То есть есть такой типо женщин, которые не вмешиваются, не форсируют, они просто находятся рядом. И вот, знаете, когда пройдет время какое-то, когда все отпадут, другие соперницы, она останется. То есть она постоянно анализирует, она постоянно думает. То есть ее борьба за него это просто ожидание. То есть она такая вот вся хорошая, идеальная, она находится на расстоянии по звезде, она все время, ну как бы в нужный момент она появляется в его жизни. Да, они иногда периодически ругаются из-за соперницы, но она не форсирует. То есть она может поревновать, она может устроить скандал, но она как бы не рушит отношения. Потому что ее основная борьба, ее основная, вот как она за него борется, это ожидание. Она просто ждет, пока все само собой рассосется. Императрица. То есть вот она, может быть, это и жена, потому что императрица десятка пентаклей. Может быть, их связывает бизнес, потому что мир императрица десятка пентаклей, это может быть и общий бизнес, и общие дела. Это такая полная уверенность у королевы мечей, что ты никуда не денешься, у нас очень много вещей, которые нас связывают. Какие-то обязательства, какие-то денежные моменты, какие-то документы, дети, возможно. Но это серьезные обязательства. Возможно, она находится на расстоянии, тоже может быть по звезде. Но она особо не боится. Она считает себя более в такой выгодной позиции, и она не угрожает. Да, бывают ревности, бывают ссоры, но она просто ждет, пока вот здесь как-то все само собой закончится. Очень сильно страдает, она молчит, она старается молчать, очень сильно страдает. В семерке кубов она вообще ничего иногда не понимает, но она сдерживает себя, у нее позиция... Вот она себе просто каждый раз объясняет, что у тебя больше шансов, у тебя более выгодная позиция, а так расслабься, все будет на твоей стороне. Но ей очень плохо, очень сильно страдает. Какие-нибудь перспективы? Император. Сильно, очень проиграется, кто смотрит на женатого человека. Десятка кубков. Что их ожидает? Пока он будет находиться... Если это муж, то он будет находиться в семье, пока в ближайшее время. Но очень высока вероятность, очень... Справедливость башни — это развод. То есть тот, кто смотрит на замужнего человека, да, пока их связывают еще девятка пентаклей, какие-то удовольствия, либо пока вот эта женщина... Если сейчас... Я сейчас рассказываю, в том случае, если это любовница, это жена. Пока здесь сама по себе любовница позволяет этому быть, пока она не форсирует события, либо пока их связывают еще какие-то деньги, они будут поддерживать семью. Но на отдаленное будущее здесь выпадает развод. И причем по королю мечей мужчина сам... Вот они выпали. Дама мечей, король мечей, да, пара. Он примет решение, а король мечей принимает решение. То есть какой-то момент настанет в конце-то концов. И так интересно, смотрите, как зеркально. Здесь дьявол, а здесь башня. Смерть, шут, перерождение. Тройка пентаклей. Да, у вас может произойти нулевая точка. Это как полное расставание, либо полное окончание, и потом начало нового. Вообще просто с нулевой точки новый союз. Совершенно другой союз. То есть вы можете на какое-то время расстаться, совершенно полностью отпустить. И серий, ладно, оставайся в семье, все, ты замуж, все, сохраняй свою семью. Я любовницей быть не хочу. И вот тогда у человека наступает решение. Я сам принимаю решение в своей жизни. Окей, все. И он раз... Товарищ разводится. А у вас может начаться с нуля. Это как бы отдаленные перспективы. Такие могут быть по второму варианту. Ой, забыла сказать, если... Если это не жена, какие перспективы у него с вашей соперницей, если это не жена? Соперница сильная. У них отношения зайдут в паузу. Концовку также трактуете, они могут расстаться, но рано или поздно у них отношения зайдут в паузу. Почему? Потому что женщина устанет что-то делать. Женщина устанет ждать, устанет трудиться, устанет подстраиваться, устанет прорабатывать эти отношения. Четверка жезлов. Дойдет до какого-то положения, когда она понимает, что ее стабильность, ее жизнь зависит только от нее, ее чувства и так далее. Потому что здесь ваша соперница поймет, что ей нужны стабильные отношения. Она устанет постоянно управлять этой любовью, она устанет. Да. В конце концов, терпение просто закончится. Это в том случае, если у жена. Третий вариант. Голодок ей. Так, что происходит у вашего мужчины? Подумайте, пожалуйста, о своем загаданном человеке. Посмотрим, что у него к вам. С этой стороны будет к вам, с этой стороны будет ваша соперница. Что в настоящий момент вашего человека к вам в мыслях. Аллилуйя. Предложение императрицы колесо фортуны. То есть человек предлагает вам изменить жизнь. Так обычно проигрывается предложение руки и сердца. Если вы женат, вы жена. Единственное, он не может в ближайшее это время сделать, он рассчитывает. Колесо фортуны – это когда человек хочет сделать шаг, но рассчитывает на удачное стечение обстоятельств. Это истерия. Если все будет хорошо, тогда я сделаю предложение. Если все будет хорошо, то она будет моей женой. Если все хорошо сложится, что он делает? Он ждет. Ждет, ждет тупик. А почему? Из-за чего? Какая причина? Никто ничего не делает, боится делать. А, прошлое. Серьезное прошлое по шестерке кубков. Все. Человек очень мягкий, человек очень боится, очень боится делать больно, потому что здесь очень такое чувственное, эмоциональное. Есть какое-то прошлое, скорее всего, с вашей соперницей, с которой он переступить не может. Но, называется, если будет колесо фортуны, если будет удачная полоса, удачное стечение обстоятельств, то здесь вот так проигрывается предложение. Ту жезлов императрицы – это предложение. Предложение руки и сердца. Либо предложение быть моей женщиной. Страдает внутренний дискомфорт, страдает втайне, скрывает. Это безумная оттяга к вам. При таких картах можете и не общаться. Может быть, может отсутствовать общение. Хочется начать сначала, хочется какой-то лёгкости. Не хватает мудрости перейти к этой лёгкости. Но что он чувствует? То, что надо начинать сначала. Потому что так как вот та ситуация, которая сейчас у вас в отношениях, ну, она его не совсем устраивает. Не может он ничего пока планировать. Я мечтаю, чтобы эта женщина была моей женой, но я не знаю, что мне для этого сделать. Я тяну, я жду. Это идеальный вариант для меня. И очень лёгкий такой вариант списывать. У меня есть прошлое, от которого я не могу отказаться. У меня есть обязательства. Ну, такой классический вариант. Мне с тобой хорошо, я ничего не могу сделать. Я с тобой самый счастливый человек на свете. Я буду о тебе мечтать. Удовольствие, мечта, звезда. Ты для меня что-то недостижимое. Ты для меня что-то по звезде. Да, это то, к чему я стремлюсь, то, к чему я иду. Но пока, дорогая, извини, такая ситуация. Любит ли он вас? Да, у него есть к вам чувства. Он по возможности пытается хранить, он по возможности пытается их сдерживать, но здесь как человек пытается идти в любовь. Да, где-то на отдалённом будущем у него в голове представление, что вы семья, что он плывёт в одной лодке с вами вместе. Общий союз, один за всех и все за одного, и он защищает этот союз, что рано или поздно это будет. Но вопрос, любит ли он вас, да, так проигрываются чувства. Но это как бы неявная любовь, это когда человек говорит, что я да, я с тобой в огонь и в воду, но только вот есть прошлое. Но для него это кармическая задача, поэтому всё, что является кармической задачей, всё даётся очень сложно. Поэтому по тройке мечей ему надо выстрадать, ему надо и вам тоже. Да, он какое-то предложение скорее всего вам сделает, но действительно будет ждать, пока вот какой-нибудь петух клюнет. Высший суд, ну так скорее всего и произойдёт, наступит какой-то момент жизни, когда уже надо будет, его уже подведут к этому решению. Что у него к вашей сопернице? Очень много обмана, нестандартная ситуация, но есть, да, есть союз, вроде бы есть чувства и там. Это вот из серии, когда мужчина у меня чувства есть и к тебе, и к ней. Ну там обман, начинается всё с обмана. Да, немножко нестандартная ситуация, тяжёлая семья. Там любовь из прошлого, там любовь... Это как из серии, я же столько сделал для этого союза, я же столько сделал, это как жалко отпускать. Я столько сил вложил в этот союз, у нас столько было много мечт, мы же шли к пути, мы только вот дошли до этой стабильности и мы вместе что-то строили, дошли до какой-то стабильности и сейчас я понимаю, что меня тянет к другому человеку. И вроде бы отпустить жалко, потому что столько сил потрачено, а на самом деле человек там страдает. Да, они поддерживают хорошую связь, они поддерживают дружбу, они поддерживают хорошие, тёплые отношения, но башня здесь выпадает ещё. Я не расстанусь. Причём, женщина, скорее всего, примет это решение, она устала. Женщина знает о том, что у него есть, да, знает, она знает, что переписывается, знает, что разговаривает, знает, что переписывается, ждёт, что это закончится, по всему реке Кукова ждёт, что просто рано или поздно мужчине это надоест, что рано или поздно он просто к вам остынет, наиграется, ему это надоест и всё закончится. Она знает про то, что у мужчины есть, что есть другая соперница, что он встречается, да, что да где женщина знает что есть выбор что он будет делать по отношению к ней только жилов внутреннее сопротивление нет ничего он не будет делать он понимает что у него чувство вины перед ним вот у него есть какое-то прошлое они очень много потратили времени на создание вот они шли как к одной общей цели и это его сдерживает что там вот такой еще как будто либо они уже к ней пришли либо вот-вот осталось совсем чуть-чуть а ему стало с ней плохо как с человеком ему хочется в другие отношения и он понимает что он виноват и ему очень стыдно перед ней возможно может быть материально она как-то участвовала во всей этой истории но ему как бы стыдно перед ними внутренний дискомфорт внутренние обиды не знаю как мне быть я я виновен перед ней какие перспективы там же башни выпадки и перспективы женщина выступит данном случае решающий момент у женщина будет действовать маг королева мечей четверка кубка все я больше не хочу я не хочу больше тосковать я не хочу больше женщина примет какое-то решение женщина сделает определенные действия под воздействием это вот таки и грусти ты скорее всего и надоест потому что у меня уже на поймут что это все иллюзии ждать честности и справедливости бесполезно если они в браке то она они разведутся здесь принимать будут решение женщины и серии ты мучаешься учет мучаешься бери уходи я устала ждать я устала тосковать потому что она прекрасно понимает что он с ней из-за обязательств до была любовь да и они хорошо общается он даже не может сказать что он ее не любит но ему плохо с ней там депрессия тоска и внутренний дискомфорт то есть вот серии я действительно тебя любил я я даже наверное сейчас тебя люблю но я хочу быть здесь ну то есть там вот мужчине нужно немножко определиться с кем он лучше с кем он хочет быть я не исключаю что может сюда прийти такой вот неопределенный качающийся да но исходя из того что мы начинали как мы начинали расклад что я хочу чтобы ты была моей женой но я жду лучшего момента может быть судьба как-то распорядиться по одной карте кого больше перспектив у вас дата с кубка когда у вас больше хорошая в принципе и и соперница вашей вы хорошие здесь мужчина немножко не может понять что ему нужно в этой жизни ему с этой женщиной хорошо но хочу быть настоящий момент здесь очень совестливый ну вот он выпал таким вот переживательным нежным он боится сделать больно он боится сделать больно и считает что он ее предает на обороте у меня карта семьи в принципе здесь можно создать семью с этим человеком самое главное чтобы четко определился с кем он хочет создавать эту семью набрался смелости такие были расклады всего вам доброго и до скорых встреч